Ребята, всем привет! И сегодня я решила снять третью часть. Не сплю всю ночь. Вам такого плана видео очень нравится, поэтому я решила не тянуть и сразу снять третью часть. Ну как сразу, я неделю назад снимала последнее такое видео. В общем, давайте не спать всю ночь. И первым делом, как всегда, я хочу кушать. Кстати, сейчас у нас уже почти 11 часов. Что-то сегодня я как-то затянула со съемка, потому что в прошлые разы я начинала, по-моему, полдесятого. Сейчас уже практически 11 часов. Ладно, я хочу, очень хочу есть, хотя я уже ужинала, но я сейчас хочу есть. Поэтому я решила, долго на самом деле думала, думала, ну как долго, 5 минут. Ну да ладно. В общем, я думала, думала и решила приготовить драники. Так что погнали сейчас на кухню готовить драники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Драники мои готовы. Я сейчас решила посмотреть фильм и поесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, я сейчас буду раскрашивать картину. Кстати, у меня еще сегодня, когда я собирала чемодан, сломался ноготь. Просто он прям под мясо сломался. И, знаете, такой момент, то есть такая ситуация, если я его обрежу, как он у меня сломался, прям до мяса, то, блин, он будет расти и расти еще очень-очень долго. Ну и, во-вторых, если я его обрежу, то у меня все равно не получится прям обрезать по трещине, потому что прям идет, ну, блин, короче, там сложно так объяснить. И показать я тоже не могу вам, потому что вы не увидите это. На самом деле, очень болит сейчас. И я буду сейчас пробовать как-то все это заделать. Не знаю, может быть, знаете, попробовать. Вот помогает реально очень хорошо, помогает именно, когда ты накладываешь на трещину ногтем. Чайный пакетик. Вот реально работает. Очень хорошо работает. То есть я сейчас попробую положить чайный пакетик на ноготь. Вначале база, потом чайный пакетик, потом сверху опять база, ну и потом сверху гелак и рисунок дизайна. В общем, попробуем сейчас все это сделать. Я надеюсь, что получится, потому что обрезать ноготь вообще не хочется под мясо. И все равно там будет трещина, и она немножко дальше идет, и там я уже обрезать не смогу. В общем, я, честно говоря, даже не понимаю, как так получилось у меня сломать ноготь. Но когда я его поломала, у меня такая боль была, я такая... Ааа, вот так вот делала. Так что сейчас будем чинить мой поломанный ноготь, сломанный. Я надеюсь, что у меня все получится. Смотрите, я просто боюсь его сейчас прям сильно нажимать, чтобы эта трещина была видна. Потому что реально очень-очень больно. Так что вначале, да, я поспешила с картиной. Вначале будем сейчас чинить мой ноготь. Хорошо, что я оставила и вспомнила про ноготь вовремя. В общем, я достала все свои инструменты для ногтей. Потому что у меня там уже все спят, на самом деле. Но уже очень поздно. Так. Моя лампа. Слушайте, собаки не спят еще. Услышите, гавкают. Я думала, в это время уже все собаки спят. Еще кто-то даже гуляет. Вообще офигеть. Включаю лампу. А для того, чтобы исправить всю эту ситуацию, мне нужен бондер. Мне нужен усилитель гей-лака. Потому что мне полностью нужно будет заново делать маникюр, грубо говоря. Ну, вот этот ноготь исправлять. Гей-лак мне нужен. Вот такая вот база у меня. Праймер. Мне нужна будет втирка. И вот он топ. Так, смотрите. Взяла я, в общем, вот такой вот чайный пакетик. Сейчас по форме сделаю его. По размеру. Ну вот, смотрите. Чтобы заклеить трещину, мне нужен вот такой вот примерно кусочек. Ну и погнали. Прямо показывать, как я все это делать вам не буду. Поставлю в перемотку, чтобы не растягивать это на долго-долго время. Ну что, ребята, смотрите, что у меня в итоге получилось. Смотрите, вообще даже и не видно, что вот этот ноготь я заделала, переделала. И что здесь у меня чайный пакетик. Все вообще супер. Я на самом деле очень довольна. Конечно, пришлось мне повозиться с этим ногтем. И на этот ноготь я потратила, знаете, сколько время? На этот ноготь я потратила 50 минут. Нормально? 50 минут на этот ноготь потратила. Но зато, смотрите, все хорошо. И вообще никто не скажет, что у меня этот ноготь поломан. Прям вот вообще поломан. Сильно-сильно. Надеюсь, что я прохожу с этим ногтем еще долго-долго. И потом у меня отрастет уже новая длина. И я смогу чик и просто обрезать. Но зато теперь он не так уже болит, как болел у меня до того момента, когда я начала все это делать. То есть тогда было просто вообще невозможно до него дотронуться. Теперь уже не так все это больно. Кстати, я навела порядок в шкатулочке своей. В чемоданчике. Сейчас покажу. Смотрите, не супер у меня, конечно, все получилось здесь расставить. Но все-таки это лучше, чем было. Так, ну а сейчас, конечно же, я хочу пораскрашивать. Наконец-таки я до этого дошла. Так. На самом деле давно не раскрашивала. На вот этом вот этапе я остановилась. Посмотрите, это красота. И, кстати, знаете что? Я забыла вам рассказать. В общем, вот этого серого не должно было быть. Потому что это камень, и он должен был быть... Темно-темно-синего цвета. Так что сейчас будем перекрашивать этот камень в темно-синем. Я, в общем, перепутала цифры и не тем раскрасила. Но ничего, бывает, бывает. Смотрите, как у меня получается. Мне очень-очень нравится. Все. Низ я уже полностью сделала. Мне осталось сделать только небо. Здесь достаточно большие, кстати, куски такие. Поэтому я думаю, что совсем скоро я уже закончу вот эту часть. И перейдем к следующей половине. Я уже, ребята, очень устала раскрашивать. Раскрашивать и вообще что-то делать. Я на самом деле хочу спать. У меня все спят. Ой, как же я хочу завариться просто в постель. Вот так вот и спала. На самом деле не спать всю ночь очень-очень тяжело. Но интересно. Мне вообще на самом деле очень нравится, как у меня получается раскрашивать. Прям четкие все границы. Сейчас вам покажу, кстати. картину из фикс прайса и совсем вообще другой результат и эффект. То есть смотрите, вот это вот из фикс прайса картина. В принципе тоже все классно, но вот все настолько непонятно. То есть все как-то вот одним цветом будто бы раскрашено. И вот непонятно, где дома, где что. Ну, мне так кажется. Пишите, кстати, какая вам нравится больше картина. Вот это. Правда, у меня это не доделанное. Или вот это. Мне на самом деле вот это вот больше намного нравится. Она прям такая реалистичная, как будто бы не по номерам картина, а просто вот картину рисуют. То есть нету таких вот прям четких пятен, что вот тут... Ну, не знаю, как это объяснить. В общем, мне вот это вот не очень нравится. Ну что, ребята, на этом мое видео подходит к концу. У нас уже светает. Я очень-очень хочу спать. Поэтому я ложусь спать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok